Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем тему гонореи и кандилома бластиануса. К нам обратился молодой человек, который является пассивным гомосексуалистом, в общем-то у него партнеры регулярно заражались от него чем-то, ну и соответственно рекомендовали ему обратиться на обследование лечения. Мы отмечали покраснение области ануса, небольшой гной из области ануса и небольшие образования остроконечной кандиломы, которые вы можете видеть на картинке также, что естественно, что сподвигло на анализы на половые инфекции. Что было обнаружено? Было обнаружено, во-первых, гонокок или гонорея из области ануса, были обнаружены ВПЧ 11 типа, которые являются причиной вот таких остроконечных кандилом. Ну и соответственно, нужно сказать, что данный пациент очень длительное время изучал интернет перед этим, глотал кучу разных таблеток. Это, кстати, сейчас достаточно часто. Пациенты любят смотреть интернет, впихивать в себе в рот достаточно много таблеток. Это и 10 или 20 дней глотал Unidox, иофлаксацин и так далее. Все это не помогало, что в принципе достаточно естественно при уже хронической гонореи, особенно когда пациенты сами начнут начинать колоть, глотать таблетки и так далее. Ну и это требует таких мер, в общем-то, как было освещено в одном из наших видео инстилляция ануса и так далее, когда гонорея уже имеет хроническое течение, особенно после проглатывания вот этой массы разных антибиотиков. В идеале, конечно, нужно даже посеять на гонореи в данном случае, но, как правило, достаточно вот таких местных процедур, инъекционных антибиотиков, причем не на 1-2 дня, а минимум на 10 дней, соответственно, ферментов по типу лангидазы. Ну и, соответственно, вот такого комплекса, как правило, достаточно для уже излечения хронической гонореи ануса, что и было у конкретно данного пациента. Он подвергся лечению вот по данной схеме. Были после трех недель взяты контрольные анализы именно на гонокок, ну и, соответственно, он был отрицательный. Упомянуть нужно также, что были взяты анализы из полового органа, но он практически им не пользуется, поэтому, в принципе, они были отрицательными, то есть в области непосредственно полового члена половых инфекций обнаружено не было. Впоследствии после получения отрицательного анализа на гонореи уже были удалены подобные кандиломы. Была взята иммунограмма, кстати, она была достаточно такая иммунодепрессивная, потому что многие гомосексуалисты пассивно особенно имеют достаточно сильное снижение иммунитета. Это уже доказано, поэтому здесь потребовалось несколько курсов соответствующей иммунотерапии для того, чтобы подобный вирус папиллома человека полностью ушел из организма. При необходимости диагностики и лечения различных проблем в области половых органов, области ануса, вы можете обратиться к венерологам нашего медицинского центра Платон-КВД в Москве. Нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных проблем. Ждем Вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.